Впрочем, телефон в квартире супругов Билан в этот день не умолкал с утра, так же, как и не закрывались двери. Первыми ветерана полковника в отставке майора МВД Петра Фёдоровича Билана поздравили депутаты, представители администрации города-курорта, активисты органов территориального самоуправления, школьники. Вручили поздравления президента Владимира Путина, подарки и, конечно, символ победы красные гвоздики. В свои 90 лет Пётр Фёдорович сохранил бодрость духа и чувство юмора. В 17 лет хорошо куда-то стреляли. Шампанский. Шампанский. За чаем, конечно же, пошли рассказы о войне. Воевать начал в 17 лет. Жили на Украине, немец подходил, и нас ранее, значит, молодёжь, увозили в Тверд. Призвали Петра Фёдоровича из украинского городка Сумы в 1941 году. Сначала учебка, а дальше фронт. Танковые войска. Много раз подбивали его танк. Тогда он шёл вперёд с пехотой. Был несколько раз ранен. Опасный осколок из груди у него извлекли уже после войны. И механиком был, и наводчиком. Всем приходилось. Меня так получалось, что танк подобьют, и меня обязательно ранят. Особо дорогие сердцу награды – ордена Отечественной войны и Красной звезды. Орден Богдана Хмельницкого за освобождение Украины. После победы ветеран получил юридическое образование и дослужился до звания майора МВД. А чтобы дожить до 90 лет, Пётр Фёдорович даёт нехитрые советы. Быть объективистами, реалистами, смотреть на жизнь, какая она есть. У человека должна быть вера.